Всем привет, друзья! Ну что, сегодня с вами снова я, Оль Ермилова, и мы сегодня с вами поговорим, обсудим очень классную тему, потому что недавеча случилось одно очень важное событие в моей жизни, осуществилась моя мечта, не могу даже сказать, что маленькая, просто мечта, потому что мечта – это мечта. И я хочу рассказать вам о том, каким образом это произошло и что вообще из этого получилось. Но говорить мы будем о возможностях, о том, каким образом не, как бы корректно это так сказать, в общем, не упускать своих возможностей и использовать их на полную, даже если мы не всегда согласны с тем, что происходит. Итак, какое-то время назад, если я не ошибаюсь, в 2019 году, в марте, я начала думать на тему того, что меня реально сильно зажигает. Какие бы цели мне такие поставить, которые были бы нематериальными, потому что материальные цели – это классно, но когда ты их уже начинаешь достигать, они спустя какое-то время перестают тебя очень сильно драйвить. И когда я начала думать о том, чем бы я занималась, если бы у меня не было денег, да, это одна из самых таких популярных историй, я поняла, что я страшно люблю выступать, я очень сильно люблю сцену, я очень сильно люблю включать людей, я очень сильно радуюсь, когда понимаю, что могу изменить за какое-то время, которое я присутствую на сцене, сознание людей, настроение, поменять их взгляды, в общем, что-то существенно изменить в лучшую сторону в их жизни. И я подумала о том, что надо бы что-то с этим сделать, и я организовала как раз тогда тренинги пробуждения, с которыми я проездила по Украине весьма неплохо, но я понимала, что я очень хочу выступить на огромных аудиториях. Вот, пересматривая картинки, я нашла выступление со стадиона какого-то большого Энтони Робинсона, и я взяла эту картинку, где стояли толпы людей и экраны, на которых было написано Тони, и я попросила дизайнера поставить туда свою фотографию, и получилась картинка, где на экране написана Ермилова зажигалка, моя фотография, и вот эти все люди. И эту визуализацию я повесила перед своими глазами, потому что мечта – это когда ты не совсем понимаешь, что ты можешь сделать, но я поняла, что во всяком случае, если меня пригласят выступать на какую-то такую большую сцену, то я должна, как минимум, извините, не описаться от страха и вообще понимать, что говорить, как говорить. Мне нужны тренировки на больших аудиториях. И я решила, что я начну со своего тренинга «Пробуждение», потому что это будет тренинг, где я буду целый день говорить, качать, делать упражнения, делать какие-то вещи, чтобы люди включались. Для меня очень важно, чтобы, когда я выходила на сцену, люди, зал взаимодействовал со мной, работал, получал эмоции. И я таким образом, в общем-то, начну делать какие-то первые шаги. И вот я начала ездить с тренингом «Пробуждение», меня начали приглашать еще на какие-то конференции. Но, в принципе, это происходило и ранее, но как-то стало больше происходить. И вот спустя несколько месяцев мне позвонили и сказали, что в Киеве будет проходить в январе мега-тренинг, где будет 8 тысяч человек, дворец спорта, его проводит Исхак Пентусевич, и меня приглашают туда спикером. Но сказать, что я обрадовалась вообще ничего не сказать, потому что, ну, сами понимаете, я, конечно же, решила, что это будет очень яркое выступление, начала продумывать, что на нем будут. Я придумала мега-фишки, я начала тренироваться. И вот, значит, в декабре месяце, перед Новым годом, мне вдруг присылают сообщение о том, что у меня будет 10 минут, вообще не 10 минут, что я буду в каком-то блоге с блогерами, я заявлена как блогер, и вообще я должна буду рассказать о своем блоге. Ну, я вообще не поняла, при чем тут блог, потому что, ну, как бы YouTube-канал, это не то, на чем я зарабатываю деньги в контексте, что я там продаю рекламу, там рекламирую все подряд, ну, как бы немножко другая история, это моя маркетинговая платформа, прежде всего, мое место экспериментов, но как бы не мой ключевой бизнес. И я очень расстроилась. Я расстроилась настолько, что я не знала вообще, что мне готовить, что мне выступать. И где-то внутри меня заговорила такая обиженная звездная Оля Ермилова, которая сказала, да не пошли бы они вообще в задницу, вообще ты не будешь там выступать 10 минут, это для тебя унизительно, вообще ты, может быть, лучший спикер среди всех, ты можешь рвать и метать, ты вообще достойна сама этого дворца спорта. Ну, в общем-то, этот диалог внутренней девочки во мне пошел, но в какой-то момент я все-таки решила остановиться и использовать эту возможность, и поговорить, и подумать об этом позже. Наступило 20 января, а я все никак не могла приступить к вот этим 10 минутам. Мне позже сказали, что у меня будет 10 минут все-таки, и у каждого из вот этих заявленных блогеров, на 7 человек было, будет 10 минут. Я вообще не знала, что делать за 10 минут, потому что есть правила выступления, есть вступительная часть, есть как бы основная часть, есть кульминация. И я понимала, что у меня есть 10 минут для того, чтобы просто взять и разорвать дворец спорта. Фак, как это сделать? Ну, как это? То есть лучше вообще не выходить. И вот наступило 26 число, и я поняла, что 27 я выступаю. Больше некуда откладывать, и нужно готовиться. И я просто села, заперла себя в ванной, и начала думать о том, что я могу сделать за эти 10 минут. Я приняла для себя решение, что я ничему не смогу обучить, безусловно, но я должна включить в людях эмоцию, как минимум зацепиться за меня. Я должна показать им, что я не случайный человек, и что я могу каким-то образом поменять их жизнь. Я должна сделать так, чтобы им стало интересно узнать обо мне больше. Я должна что-то в них включить. И я решила, что эти 10 минут я просто буду лобасить, просто на полную. Я задала себе следующий вопрос, что я хочу, чтобы произошло после этих 10 минут. Я поняла, что я хочу, чтобы те, кто был в зале, и сам организатор понял, что я классная, что я достойна быть основным спикером, что я достойна быть на этой сцене больше, что я достойна сделать все то, что я задумала раньше. И в последний свой слайд я включила послание к организатору, где было написано, на Ицхак в следующем году на мега-тренинге 2021 я хочу 40 минут. Это было очень рискованно, потому что я не знала, как пройдут эти 10 минут. И был шанс, что я не возьму аудиторию на крючок, что я не заряжу их за 10 минут, что я не успею их включить, и тогда этот слайд будет провальным. И тогда Ицхак выйдет и скажет, или вообще его не будет в зале. Ну, в общем, и скажет, извини, пожалуйста, ты как бы 10 минут проебала. Ну, какие 40 минут? Мне было пипец, как страшно. Это было, знаете, ощущение, как будто бы я шла на ринг с поясом, который, как мне казалось, у меня есть. И вот я не знала, у меня его отберут или нет. Это был дикий вызов самой себе. Мало того, оказалось, что я в итоге выступала самая последняя в заключительном блоке. Очень много людей ушло. И людей было очень много все равно, но они были рассосредоточены по дворцу спорта. И энергетики должно было хватить, их всех покрыть. Но это очень сложно, когда, знаете, здание очень большое, помещение большое, а люди уже не с такой плотностью сидят. То есть тебе нужно достучаться до тех, кто в последних рядах, перескопчить те ряды, на которых никто не сидит. Это было тяжело. Но я решила, что это моя возможность. И я могу сейчас сказать нет. И я могу сейчас сдаться. Я могу найти тысячу и одну причину, почему я это не сделала. Но у меня есть одна причина. Просто взять и сделать это сейчас. Потому что это возможность, которая у меня есть. У меня не было другой возможности выйти во дворец спорта. Никто другой меня не позвал пока что. Никто другой не дал мне возможность встать там. И я просто решила, что я это сделаю. Вот чего бы мне это ни стоило, я просто возьму и это сделаю. И я вышла на сцену. И это было классно. Я неимоверно кайфанула от того, что произошло дальше. И когда Ицхак вышел и сказал мне, у тебя есть. Давайте вы посмотрите, что он мне сказал. Ну вы увидите, что я буду вас доставать. Мысли обо мне будут вас преследовать и будут доставлять вас что-то менять. Кто-то сейчас смотрит на меня и думает, я хочу, как она. Какая она молодец. Есть такие люди? Давайте. Я благодарна вам за это. И тем благодарна, кого я обещу. Потому что самое главное, это никогда никого не оставлять равнодушным. Что-то менять, что-то делать, то, что ты можешь. И сегодня я могу делать это. И я бесконечно рада быть здесь. И рада, что сегодня я вызвал вас эти эмоции. И вы ведь хотите, чтобы осуществлялись ваши мечты, правда? Да, да. Не слышу. Ой, класс. Ну, друзья, у нас попросили показать интерактив. Все мои друзья-блогеры, естественно, ничего не показали. Но я тут правильная, отличница. Поэтому я очень хочу вот эту картинку визуализировать. Давайте такой, типа, мы сейчас встанем. Типа, мы очень рады. И, типа, давайте, чтобы было легче. Вроде как, ваша мечта сейчас осуществилась. И вы просто огнете мудочку. Можно на какую-то? Давайте вот по-настоящему. Вот вы огнете от того, что вам классно. Эту мудочку на покорни. Давайте прочее. Да. Это слава еще. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да И Ольга не рвёт! Я чё не закончила? Ребята, вы крутые! Потому что вы досидели до конца. Вы напрыгали до конца. Вы очень классные. И я точно знаю, что каждый из нас может достичь абсолютно любой цели. Вы видите это? Да! Да! Чё там с ответом? Спасибо! Да! И что? У меня тут предложение! Такое! Да! Я как раз шёл, я обещаю. Кто придёт в следующем году, подери дорогу! Всё! Давайте в очередь! 40 минут у тебя есть! Только мне нельзя обниматься! Нет, 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 нет! Никто не видел? И чуть-чуть, пару тысяч. Да. Но вы видели, я отказывался. В следующем году 40 минут. Благодарю. Минимум. Используйте свои 10 минут всегда по максимуму! Спасибо! Спасибо, Ольга! Спасибо, спасибо! Очень мощные силы! Вообще сильно! Благодарю! Тому понравилось! Подвините вам! Да! Ольга Ермилова! Спасибо тебе! Единственные в своём роде! Подарки для Оли от Супер Сейлс Гейм! Я поняла, что я должна сказать вам самое главное из того, что могу. Используйте возможности, которые к вам заходят. Любые. Никогда не говорите о том, что для меня это нет. Я достоин большего. Вы достойны того, что вы способны взять. Вот точно вам это говорю. И я сегодня мега счастлива, уставшая, не знаю какая. Но я получила сумасшедший резонанс. Я получила огромный отклик. И я получила очередное доказательство самой себе, что когда ты не сдаёшься, когда ты используешь возможность, ты получаешь гораздо больше. За кулисами ко мне подошёл Исхак и сказал мне, что это было очень круто. Он сказал мне, детка, да ты зажигалка. Мы проговорили ещё о некоторых планах, которые, если они появятся, на самом деле, в реальности будет очень круто. Я не тот человек, который любит говорить на словах. Я люблю говорить на деле. Но даже то, что у этого человека, который, безусловно, заслуживает уважения, очень много лет уже работает на рынке, и один из самых мотивирующих спикеров, и так далее, и так далее, и так далее, тренеров. Мне было очень приятно, что я заслужила уважение, что я была оценена, и что эти десять минут я всё-таки отжала. Потому что десять минут на сцене, поверьте, это очень мало, очень сложно. Но они были моими, и я сейчас искренне хочу поблагодарить каждого, кто был в этот момент в этом зале, кто поддерживал, кто кричал, кто болел, кто включался, кто завидовал, кто радовался. Всем абсолютно. И повторюсь, друзья, не проёбывайте возможности. Они у нас есть. Убирайте свои короны, убирайте свои страхи, убирайте всё. И помните, что одно действие, маленькое, в течение десяти минут, может кардинальным образом изменить вашу жизнь. И сейчас я хочу, если вы вдохновили, чтобы вы поставили лайк моему видео, please. Я хочу, чтобы вы написали комментарий, включились вы или нет. Если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь, потому что и это действие тоже может в корне изменить вашу жизнь. Ваша Оля Ермилова.